Экономических условий как таковых нет для развития в Российской Федерации. Это все равно как бы на вопрос, что наступит ли крах экономики, я скажу нет, потому что нет экономики, нет краха. Поэтому нет и развития, конечно, именно сельскохозяйственных предприятий малого толка, так называемых фермерских. Это крестьянских хозяйств, это небольших сельхозпредприятий. Почему? Потому что в нас есть Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. И оно, по сути, не является Министерством сельского хозяйства, а является Министерством агрохолдингов России. Это 22-23 семьи очень крупных, которые имеют латифундисты наши, которые имеют примерно 350-400 миллион гектар земельных угодий. И свой бизнес, как они говорят, вертикально интегрированный, как Мираторг и другие, другие такие, Юг России и тому подобное. Вот это и все, что интересует Министерство сельского хозяйства России. Поэтому весь остальной малый бизнес сельский, он вынужден быть героями нашего времени, быть героями России и выбиваться в той обстановке, где, вот как раз на форуме сегодня очень четко говорили о социально-экономическом развитии, да, где закрываются школы, где закрываются, значит, больницы, где отбирают имущество, приходят вот разные специально обученные люди именем Российской Федерации. И в этих условиях, невзирая ни на что, люди пытаются выжить. И знаете, когда нас спрашивают, а вы-то зачем это делаете? Наверное, мы немножко глупые люди в этом, но мы ничего другого не умеем делать. Поэтому мы хотим работать и работаем, и занимаемся той работой. Даже иногда без вознаграждения, потому что год на год не приходится, и мы получаем часто убытки, значит, нам никто не дает кредитов, потому что у нас нет банков в Российской Федерации, у нас нет институтов, финансовых институтов развития, у нас есть меняльные конторы, валютообменные пункты, и все. Это все, что занимается Банк Российской Федерации. Обмен рубли-доллары, доллары-рубли, евро и так дальше.